Районный центр «Краблика» Районный центр «Краблика» В ходе операции сотрудники наркоконтроля по Бугучанскому району остановили автомобиль, при осмотре которого на переднем сидении был обнаружен полиэтиленовый пакет, содержащий вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы было установлено, что это маковая солома весом 133 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. «Федеральным законом от 29 июля 2017 года вносится изменение в регулировании оборота алкогольной продукции и тилового спирта. Так, с 1 января 2018 года запрещен производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков, кроме экспорта. То есть здесь имеется в виду алкогольная продукция с содержанием тилового спирта менее 15% объема готовной продукции и содержащих тонизирующие компоненты. Также данным вносятся изменения в плане того, что запрещается распространение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, таких как интернет, информации о розничной дистанционной продаже алкогольной продукции. Установлена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Также устанавливается административная ответственность за незаконное перемещение алкогольной немаркированной продукции на физических лиц объемом более 10 литров. Также установлена административная ответственность. Ассоциация юристов России ежегодно раз в квартал проводит дни бесплатной юридической помощи. Традиционно в этот день открываются более полутора тысяч общественных приемных центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России. День бесплатной юридической помощи прошел сегодня и в Богучанах. В районном Доме культуры Интари с 10 утра до 3 дня специалисты различных категорий вели прием граждан. Это были представители Росреестра, Пенсионного фонда, Фонда социальной защиты, Прокуратуры и Судебных приставов. Они помогли разобраться людям в интересующих их вопросах. Всяческие вопросы. Взыскание долгов, жилищные, семейные, наследственные правоотношения. Весь спектр бытовых юридических моментов, которые необходимы, что-то непонятно, где-то подсказываем, где-то рассказываем. В следующий день примерно планируем сделать, наверное, 20 октября. Об этом сообщим заранее. Так что ждем. Благодаря взаимодействию властей и жителей села в последние годы было выиграно несколько грантов на благоустройство районного центра. За счет этого была преображена площадь районного Дома культуры и запущена реконструкция сквера Победы. О том, как были благоустроены эти два места, расскажем в сюжете. Несколько лет назад площадь районного Дома культуры преобразилась. Здесь была проведена полная реконструкция. На благоустройство этой площади был объявлен конкурс общественных инициатив. Приняли в нем участие население и учреждения культуры. Но в основу благоустройства площади лег проект преподавателя Богучанской детской школы искусств Веры Кочневой. Также для реализации проекта были привлечены и флористы, которые занимались озеленением клумб. В этом году озеленением занималась Мария Толстых. Площадь наша востребована и летом, и зимой, и в любое время года. Мне кажется, что здесь постоянно находятся люди, дети. И думаю, что уверен, что это и отразилось на посетителях нашего Дома культуры. Мне кажется, очень приятно, что есть такое место, где можно просто отдохнуть, провести время, организовать свой досуг. А два года назад в центре села началась реконструкция сквера Победы рядом с районной администрацией. Также благодаря проекту детской школы искусств здесь произошли кардинальные изменения. В целях безопасности и эстетичности были спилены большие тополя. Сейчас они обрастают уже новой кроной. Вместо деревянного тротуара была положена брусчатка, а все дорожки в парке заасфальтированы. Также здесь появилась небольшая детская площадка и скамейки для отдыха. А жителями села были посажены кустарниковые деревья. Впереди у нас основное. Это, естественно, строительство нормальной большой сцены. То есть здание у нас, которое находится прямо впереди нас, я думаю, на следующий год. Мы будем заходить к депутатам с вопросом о сносе этого здания, потому что все бюрократические процедуры практически соблюдены уже в плане передачи данного здания в муниципальную собственность Багучанского сельсовета, для того, чтобы спокойно его разобрать. Вот. Ну, не один, я думаю, год, наверное, года два еще понадобится, чтобы до конца уже привести порядок, в сквер порядок. Это и понятно, еще нужно посадить какие-то кустарниковые деревья, для того, чтобы полностью, так сказать, еще раз повторюсь, да, эстетику парка соблюсти. Ну, в общем, я думаю, работа у нас тут еще года на два. В будущем сквер Победы обретет благородный вид и будет так же красив и ухожен, как площадь районного Дома культуры. И в Багучанах мест для прогулок и отдыха станет больше. Людмила Кочнева, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Багучаны». В Центре дополнительного образования детей состоялась премьера спектакля «Однажды в Ёшкиных кошках». Показали его зрителям юные актеры из театральной студии «Сотворение» поселок Ангарский. О том, каким был этот спектакль и понравился ли он богучанским зрителям, расскажем в сюжете. Театральная студия «Сотворение» из поселка Ангарский представила богучанским зрителям свой спектакль под названием «Однажды в Ёшкиных кошках». Юные актеры затронули очень важную в нашей жизни тему – тему отцов, вернее, их отсутствие в жизни детей. Ребята на проказе учили, и их учительница вызывает в школу их пап, а они даже не знают, кто такие папы, кто такие отцы. И весь спектакль они ищут, где же взять этих пап, а потом смотрите дальше сами. В спектакле «Однажды в Ёшкиных кошках» большую часть времени школьники проводят в вымышленном мире своих сказочных фантазий. Они лупят друг друга портфелями и краснеют из-за невыученных уроков. Но однажды в школу вызывают их родителей. И не маму, как обычно, а папу. Вот они и отправляются на поиски своих отцов. Главные герои спектакля – школьники, которые ищут своих отцов. Они их никогда не видели. Так уж сложилась судьба их мам. Многие дети думают, что их папы – космонавты или капитаны дальнего плавания. Они уверены, что те заняты очень важной работой, и поэтому не приезжают к ним. Да, если хоть один папа придет, это уже будет хорошо. Так и все равно бывает вышеломка, а у нас будет пополомка. На протяжении всего спектакля дети ищут своих отцов. Но своих не находят, а находят новых. И приводят их в свою деревню – Ёшкины кошки. Такая вот простая история о совсем непростых вещах. Да, очень. Было очень интересно. В общем, я думаю, они сыграли очень хорошо. Мне больше всего понравилось, как они танцевали, но и спектакль тоже у них так неплохой. Перед юными актерами стояла задача понять суть такого взрослого спектакля. И сыграть его так, чтобы понял каждый зритель. И им это удалось. Мне нравится, потому что спектакль, но это вот так увлекает. Вот прям эмоции такие появляются, когда выступаешь. Ну, это очень круто. Это очень интересно. Рядом все мои друзья, знакомые. Это очень классно, когда с вами все ваши друзья и знакомые ходят. И вот они тоже с вами. Будем ждать новых постановок от талантливых ребят из театральной студии «Сотворение». Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Бугучаны. 1 октября во всем мире будет отмечаться День пожилых людей. В передверии этого праздника дети детского сада номер 4 рассказали нам все о пожилых людях. Подробности в рубрике «Серьезный ответ». Эти люди чуткие и отзывчивые, ранимые и добрые. Больше всех о них знают дети. О пожилых людях, о своих бабушках и дедушках нам рассказали воспитанники детского сада «Скворушка». Пожилые люди – это, когда думают, веселые подарки или разные сюрпризы, либо на Новый год или на День рождения. Разные-разные. Еще куклы-коляски, еще песочные цены, лопатки, ведерки. Млажа, а ты как думаешь, кто такие пожилые люди? Они в лесу живут. А что они делают в лесу? Заботятся о цвире, о природе. Надо помогать бабушкам. Как им нужно помогать? Чужие вещи в чемодане тащить. А ты помогаешь бабушкам? Да, пирожки помогаю. И я? Это татуры, которые бабушка и дедушка купают пруты там. Они же старенькие, надо им помогать. Знаешь, что такое пенсия? Знаю. Что такое пенсия? Это такое… забыла. У меня есть и бабушка, и дедушка, и еще бабушка, и еще дедушка. Я с ними играю, и я им помогаю. Как ты им помогаешь? Убираться. Какой ты молодец! Ты уже умеешь убираться? Да. Полмыть. Ты любишь своих бабушек? Да. Скажи, а почему ты их любишь? Сильно, а я их люблю. А за что ты их любишь? А баба Лайя мне подарила такую куколку, она вверх отлетает. И поэтому ты ее любишь, потому что она тебе подарила куколку? Да. У них вот такие вот, все такие вот, у них вот такие вот, что-то тут, такие. Морщинки у них. Да, у них морщинки. Пожилые люди получают пенсию. Зачем она им нужна? Чтобы зарабатывать деньги, покупать что-нибудь, молоко, хлеб. Ты когда станешь стареньким, что будешь делать? Куриц куплю. Куриц купишь? Будешь разводить куриц? Угу. А зачем они тебе нужны? Чтобы яйца были. По магазинам, например. С утра в больницу ездит, да? Да. Куриц, ты предостанешь старенькой, а что будешь делать? Я буду делать, заниматься, делать занятия. Окей, будешь пироги печь? Да. А еще что будешь делать? Я буду готовить всем супы, а еще буду все делать по-важному делу. А еще буду работать. Будешь работать старостью? Угу. Все будут отдыхать, и ты будешь работать одна? Угу. Пенсия тебе не нужна? Угу. Пожилые люди вообще богаты? Угу. Нет? Но пенсию большую получают. Угу. Так, каким ты будешь в старости? Расскажи. Я буду заводить куриц и куриц. Зачем тебе они тебе нужны будут? Когда будут молоко давать, а курицы и яички. Ты будешь пожилым фермером? Да. Очень молодая бабушка моя, милая моя, добрая моя. Добрая моя бабушка моя, на ее похоже будто я. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам На этой неделе телекомпания «Спектр Богучаны» перешагнула 27-летнюю годовщину со дня образования. 27 лет назад богучанцы впервые увидели в своих телевизорах местные новости. За 27 лет телекомпания пережила несколько реорганизаций. Ее сотрудники ежедневно придумывают интересные проекты, такие как «Люди земли Ангарской», «Домашний очаг», «Знакомых улиц имена». В этом году был реализован проект, который очень полюбился телезрителям. Это проект «Точка на карте», приуроченный к юбилею Богучанского района. Также этот год запомнится жителям Богучан тем, что впервые зазвучало радио «Спектр ФМ». Самые оперативные новости в начале каждого часа по будням на частоте 101,6 FM. Всю неделю сотрудники, теперь уже телерадиокомпании, принимают поздравления от предприятий и организаций, с которыми работают в тесном сотрудничестве. А лучшим сотрудникам были вручены благодарственные письма. Сегодня в рубрике «Старая пленка» мы покажем вам юбилей детского сада «Скворушка» 2002 года. Тогда детский сад отмечал 10-й день рождения. Смотрите рубрику «Старая пленка». Возможно, вы увидите в ней себя. Десять лет – юбилей небольшой, но от этого он не становится менее значимым. Первые выпускники детского сада «Скворушка» уже давно учатся в школе и приходят в сад как гости. Господа и дамы, малыши и мамы, гости дорогие, зрители и родные, приходите поскорее в нашем саде юбилей. Принимаем поздравления, выставляем угощения, торты, пряники, печенье в 10-й день рождения. Праздничные мероприятия, посвященные юбилею детского сада, проходили в «Скворушке» 4 дня. В эти дни на праздники подводили итоги, дарили и принимали поздравления воспитанники, выпускники детского сада, родители, коллеги и друзья. Сегодня у нас юбилейник. Круглая дата – 10 лет. 10 лет тому назад открылся детский сад. Открывала его заведующая Антонина Андреевна Михайлова. 10 лет тому назад она впервые открыла двери детского сада. Это было в 1992 году. За небольшой промежуток времени под ее руководством сложился творческий коллектив. В 1995 году она безвременно ушла из жизни. Но те традиции, которые были созданы ею, они продолжаются до сих пор. Сегодня у нас юбилей. Красивая, круглая дата. Какой бесконечно когда-то дорога казалась нам к ним. Стремительно время летит. Но сколько бы ни миновало, а лет нам сегодня на лет, еще удивительно мало. Всего 10 лет. Много трудностей в нашей работе. Только радостей больше на вид. Жизнь в любви, доброте и заботе. Мы с детьми этим счастливы мы. И сегодня, в этот юбилейный вечер, мы для коллектива и для вас, дорогие гости, силами детей приготовили концерт. Мы награждаем похвальной грамотой Нину Николаевну, Натальевну, Владимирану Николаеву, за ее заботу о детях и активное участие в проведении детских праздников. Алену Вячеславовну, Павлову, помощника-воспитателя, Татьяну Николаевну Васильеву и Ерушкину Марину Юрьевну, Нину Николаевну Товальевичу. Пожалуйста, девочки. Алену Вячеславовну, Павлову, помощника-воспитателя, У Маги России светлые реснички, У Маги России голубые очи, А у меня, Россия, ты похожа очень. Солнце светит, вверх и твую, И гнился над Россией, Небера, туда светная, Ветем и красивей. В эти дни дети, воспитанники детского сада, радовали взрослых своими достижениями, которых они добились благодаря чутким талантливым воспитателям. Сегодня у меня праздник Грязадику 10 лет исполняется. Что вы можете о садике рассказать? Что мы там хорошо играем. И ребятишек не обижаем. Хорошо с ребятишками играем. Поздравляем детский сад с днем рождения! Я хотел бы сегодня от себя лично поздравить всех ребят с пожелательным детским счастьем. Поздравить всех воспитателей, всех работников детского сада с этим замечательным праздником. Всего вам доброго, здоровья, счастья. И разрешите мне выполнить приятную миссию вручить награды работникам детского сада. Благодарственное письмо. Дорогие друзья, воспитатели! Примите поздравления с вашей юбилеем. 10 лет. Так мало и так много. Все это время вы пробуете, ищите, творите, экспериментируете. Свидетельством тому, что вы на правильном пути, является детский восторг, открытие изумлений, счастья в глазах ваших воспитанников. В ваших руках будущей страны, ее процветание и могущество. Спасибо вам за очень нелегкий и настолько нужный всем труд. Пусть общение с людьми наполняет вашу жизнь множеством счастливых минут. Счастья вам! Доброго, здорового, творческих свершений! И приложением к этому благодарственное письмо от имени районного управления образованием и администрации мы вручаем на развитие образовательных учреждений 10,5 тысяч рублей. Ну и персонал я хотел бы сразу же воспользоваться и вручить их грамоты управления образованием и районной администрации. По поручению районной администрации я хотел бы вручить благодарственное письмо Брюхановой Армении Ивановне, лауреатуру российского конкурса детских садов года за большой вклад в развитие системы образования паучанского района. Управление образования администрации паучанского района награждает Бояну Оксану Анатольевну, старшую медицинскую сестру детского сада номер 4, и спору за доверие и долгие учреждения. Бояну что, когда в результате угроза активы творчества дели учебного воспитания нарастающего поколения. Какой же грамотно награжается Окнина Калина Курьянова, музыкальный вкладитель Дельспосаткин. Десятилетний юбилей – это только начало. И, оглядываясь в памятный день назад, можно смело сказать, Детский сад номер 4 достиг за эти годы многого. Тому подтверждением неоднократные победы в разных конкурсах на разных уровнях. Так пожелаем юбилярам удачи, творчества, радости, благополучия и новых побед. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok